Здравствуйте, дамы и господа! Это канал Георген Ко и игра под названием Sunless Sea Submariner, в которой мы исследуем темное и беспощадное море. И давайте-ка выйдем из этой станции железа и страданий и направимся собирать портовый отчет в ней. И до свидания. Ужас. Там это невыгодно. Хотя можно... Да, отплываем все. Теперь подплываем к этому порту. Я, кстати, не помню, что нам надо делать. Между сериями слишком большой разрыв, чтобы я что-то помнил. Топливо. Ну, топливо, ладно. Что, ну, надо приплывать туда в центр, в Лондон, я помню. Еще у нас есть жизненно важная информация, кстати говоря. Тогда мы можем сделать то, что хотим. Мы можем решить судьбу порта Сердолик. И почему бы нам это, кстати, и не сделать? Ну, как, сердец-то не хватило, помните? Там, да. Вина нету. Кстати, советовали не отдавать канонира в гребнище. Ну, не в гребнище, а в пиратам. На адскую смерть. Айтман дадим матросы вместо этого. Главное, чтобы места хватило. Ну, я думаю, хватит нам. Ускоряемся довольно. А закупимся как раз-таки в Железной Республике. Я не знаю, там надо делать портовые отчеты. Кстати, в Лондон, наверное, все-таки стоит вернуться. Или с господином Мешки поговорить. Может быть и стоит, а может и не стоит. Ну, ладно. Позанимаемся чем-нибудь. Чем уж получится. Не расстроитесь, я надеюсь, если я... Судно. 50 места. 50 припасов. И останется еще 50 припасов. Тут даже 40. 190 на 30. И хватит места еще на 30. Да. Так и надо. 50 припасов, чтобы было. Ну, 52. В Неаполь. 52 припаса. Хорошо. Ладно, я закупился припасом. Припасы закуплены. И мы... Куда плывем? В Лондон? Я просто думаю, сдавать эти новости или не стоит. Ладно, вернуться, наверное. Вернуться вниз. Хотя надо было сдать новости. Ну, как-то я... Сегодня слишком устал. И для того, чтобы это все делать... В идеальном состоянии. Железная республика и в порт Сердолик. Или в падшие Лондон. Ну, там что нас ждет там? Кто знает. Поплыли. Я даже портовые отчеты. Надо было сдать портовые отчеты вообще. Ну, хотя... Ну, да, нет. Нам надо экономить. Хотя мы можем эти сокровища распродать. Потому что капитану мы пока передавать ничего будущему не... ...хотим. Да. Ну, вообще, я думаю, правильно мы поступили. Когда решили, что будем жить очень долго и счастливо. И загружаться в случае глупой смерти. А неглупую и осознанную смерть мы допускать не будем. Мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы не умереть. Но в случае, если все-таки какая-то наша застегнет глупая смерть, мы откажемся от этой смерти. По двум причинам. Во-первых, так можно снимать игру очень долго. Во-вторых, вам будет неинтересно. А в-третьих, и мне тоже, боюсь, что потеряю интерес к игре к такому времени. Проходя одни и те же задания. Читая одни и те же диалоги. Уведомления, конечно же, как всегда, не приходят мне. И ладно. Заплываем. Задекларировать весь груз. Провести кое-что тайком. Отговорить от обыска. Этот офицер таможни недоблюбливает адмиралтейство. Он плохо отреагирует на попытки воззвать к воинской чести. Но он любитель антиковариата. Задекларируем весь груз. Попробуем провести кое-что тайком. Они вродят вниз и вверх по вашей свежевымытой лестнице. Свои грязные ботинки суют везде свой нос. Перекрыли все вверх дном, но ничего не находят. А если вскроют нас? Не арестуют нас, я надеюсь. Живые оспи. Так, вспоминаем этого, смотрите, важного человека. Дипломат, взять агента, отлично. Торгует севентюрист, на север просит он. Ну, давай чуть попозже. Хотя, давай-ка. 40 единиц в водном месте. 20, 40. Тогда чуть попозже откладываем. Ваше жилище. Отдохнуть. У нас есть две спокойные ночи, мне вот интересно, или нет? Просто они полезны очень, эти спокойные ночи. Слишком полезны. Чрезвычайные результаты. Как видите, все эти жизненно важные информации, когда-то бы им не сдавали шпиону, а потом как-то она вся взяла и растратилась. И даже непонятно куда. Ладно. Пока давайте предоставим свои портовые отчеты. Железная республика. Ужас получили. Зато топливо есть. И зачем все закрылось-то? Не надо. Портовые отчеты. Личина. Остров Масок. Порт. Сертолик. Великая Жиода. Роузгейт. Остров Демио. Крах. Все. Информации ты от меня не получишь. Ты потом сам меня отблагодаришь за то, что я тебе ее не отдаю. Ну. 100... Нет, 100 монет жалко. А ночь у нас есть вообще? А, мы уже спасли эту Юрку и служак. Беспокоиться незачем. Ну, конечно, мы великой кровью заполучили эти истории. Морские и не морские. Ну, вы поняли. Ну, я не знаю. Отдохнуть. Ладно, оставим. Рынок Рост. Пополнить команду. Новый рекрут. Кто вас ждет? Матрос на одного. Ну, давайте. Ладно. На одного, так на одного. Контракт господина Мешкин. 40 единиц. У нас нет 40 единиц. Значит, плывем вниз. Да. Наверное, да. Все. Я колеблюсь. Я колеблюсь. Понимаете? Я колеблюсь очень сильно. Наверное, в порт Стердоликах что там? А вот, кстати, личина. Да. Вот ради личины, наверное, стоит. Скорее, чем не стоит. Поэтому давайте-ка плыть, так и исследовать. Но потом надо все-таки здание авантюриста выполнить. Но оно будет попозже на выполнение. Когда у нас будет поменьше еды. А быстро деньги кончаются, конечно. Хотя мы часть денег потратили не совсем на благое дело. Задекларировать весь груз. Отговорить от обыска. Хорошо. Ну, как видите, беспокойного студента. Заполучили к себе. Который. Знает, как. Отговаривать капитанов. Воинская честь. А при чем здесь воинская честь, если ты пират? На самом деле, это интересно. Наоборот, если ты подчиняешься адмиралтейству, ты не должен нарушать законы государственные. Поэтому призывать к воинской чести, ну, как мне кажется, это бессмысленно. А можем бросать припасы в топку. Мне вот интересно. По-моему, припасы-то можем. А вот наоборот, из огня делать еду не можем. Можем только богам молиться. Железная республика, слушай. Тут я не понимаю. Вот купили. Но я не знаю, насколько это имеет смысл. Позволить вашим рекам провести время на берегу. Это может увеличить вас ужас. Ну, давайте-ка увеличим свой ужас. Сей город был храмом, разрушен и он. Безумные мысли летят вдоль колонн. Найди верный путь в лабиринтах и слов, затумивших твой взор. Что случилось? Вы заплатили за это? Почему вы? Открылось что-то. Ничего не открылось, по-моему. По-моему, тут ничего не открывается. Эксепульсур. Что там потеряли? По-моему, да, железо потеряли. Всё. Брысь из этой железной республики. А что ж такое-то? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Кошмара. Больше не заплываем сюда. Тут ничего для нас нету. Только вред. Бездна, кстати. Ну, кстати, бездну может зайти, потому что мы её обнаружили как-никак. Республиканский дредноут. Удача. Спуститься глубже. Ритуал пиршица. Вот об этом я и говорил. Стены ущелья обильны, как сад. Лужайки водорослей, рощи ламинарии в тени. Винки кораллов, цвету рубками губок. И вот глаза с наростами цвета и размера гранатов. Провести ритуал пиршества. Фасад церкви украшен фресками. Опалённые паломники молятся перед женщиной с поднятыми ладонями. Но в её руках растут устрицы. Войдёте ли вы в церковь в поиске причастия? Вы надеваете водолазный костюм. В конце перевёрнутого нефа огромные каменные стопы крепко вросли в пол над вами. Вы плывёте вниз к потолку, следуя за ногами, пока не находите пару ладоней сложенных в форме чаши. Из женских рук растёт раковина неслыханных размеров. Она открывается, когда вы приближаетесь к ней. Вы заходите внутрь. Раковина закрывается и отделяет вас от воды, позволяя вам снять шлем водолазного костюма. Не то, чтобы у вас не было причины его снимать. Шланг отделён. Раковина тяжела из-за серного скользкого мяса. Плодь набухла. Сок льётся после каждого укуса. Когда вы заканчиваете, вы пристёгиваете шланг и надеваете шлем. Вы делаете глубокий вдох и плывёте обратно к подлодке. Вы искупились. Удачи. Отбыть. Вы поднимаетесь из глубин. Но, кстати, сердца нам помогают с этими глубинами. Хотя и они нам не особо нужны, потому что мы тут всё равно не умрём. Но, кстати, нам эти секретики может отдать для того, чтобы искупить свою вину перед солью. Хотя я не хотел никому вреда. Но я и безумным хотел. Не хотел тоже становиться. Так что, надеюсь, меня поймут. И мы легко искупим свои грехи. Великое же ОДДА. Машина расцвета. Интересная вещь, которую нужно любую сону уничтожить. Ну вот сейчас и посмотрим, как отреагирует всё, когда мы выгоним всех шпионов хана. Конечно, не оптимально поступили. Только сейчас я подумал, потому что... Надо было сначала в ханстве из дела сделать, иначе могут подозрения вырасти значительно. Возможно, нас вообще из ханства выгонят. Это было бы грустно. Но это логично, на самом деле, поступить. Всё-таки сначала в ханстве свои грязные дела сделать, а потом всё остальное. Но мы сделаем так для простоты. Чтобы не растягивать игру. И не бегать тут, взад-вперёд. Будем делать всё сразу. Порт Сердолик. Поговорить с тигром. Заглянуть в комнату над книжным магазином. Связи в порту Сердолик. Ханские дипломаты были изданы из порта Сердолик после инцидента с Галатой. Только один остался. Не в официальном качестве, как вы понимаете. Губернатору. Решить судьбу порта Сердолик. Превосходство. И связи не больше. Неофициально. Нет, я теперь на пенсии, говорит он вам весело. Его посуда белая, как луна, оправлена золотом. За чаем он переживает трудности губернатора. Я сочувствую ему, правда. И расспрашивает вас про ваше путешествие. Вам удается втиснуть несколько собственных вопросов. О, хан очень любит сапфиры. Синий – это его любимый цвет. Решаем судьбу порта Сердолик. Защищаем британский суверенитет над колонией. Безопасная лояльность колонии Британской империи. Скрытый зверь. Вы нападаете ровно в полночь. Дюжина шпионов, помощников и торговцев, что продали свою верность хану, находит свою тихую, но определенно окончательную смерть. В течение следующей недели ханские корабли, шнырявшие у побережья, исчезли. На страницах местной газеты клич Сердолика даже появилась теория на этот счет. Никто не догадывается о правде. Глубоко под волнами во всепоглощающих пелегиновых глубинах скользит неудержимый, решительно отважная, отвергнутая адмиралтейством, экспериментальная субмарина. Пускай ханы дальше посылают свои корабли, они никогда не увидят того, что их губит. Горный осколок. Он был выбит со склона горы Света, богом которого зовут Камень. Это святыня, отнеситесь к нему соответственно. Эх, жалко, слишком много получили. Ну ладно. Вы обеспечили тот факт, что теперь порт находится под контролем Ее Величества. Посетить администрацию. Гудмирнатор всегда раз видеть. А повар уже поставил печенье, вкусные булочки. За окнами так-так-так, намыть сапфиров. А, ну это ничего не дает, я ж помню. Эти сапфиры, они просто бессмысленны. Горные осколки. Если вы не видите, тут ничего святого, его можно продать как очаровательное сокровище. Правой кнопкой мыши, чтобы использовать этот предмет. Использование в бою, призыв горы кочевник. Вы должны быть в открытых водах, чтобы использовать его. Понятно. Грибнищие грибу. Забыли закупиться в Лондоне. Ну бывает, что я могу сказать. А вы как думаете, капитаны тоже забывают себя. Ну вот, обеспечили превосходство Лондона. Славный город. Опасные союзники в виде машины расцвета. И анархисты тоже опасные. Жалко, мы не можем бороться с анархистами. Я бы им помог. Кстати, достаточно много у нас этих фрагментов. Я предлагаю, чтобы зря все это не терять, поплыть в тающие острова и отдать свои истории. Потому что у нас их слишком много и так. И их надо бы как-то реализовывать. Отражение, покровы. Покровы вещь хорошая на самом деле. Да. Покровы. Покровы, страницы, отражения. Отражение позволяет вам замечать то, что не замечают другие. Уход. Члены команды. Удачно получилось. Воспоминания о соли и море. У него они красивые, не так ли? Да, думаю, да. Вы участвовали в каких-нибудь крушениях, мой дорогой. Неважно, цветы заставят все вспомнить. Вы сделали пожертвование для розового сада. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Фрагменты. Я же не знал, что фрагменты дадут. Ну ладно. Леопольд совершенно очарован поверхностью. Он по-прежнему считает ее своим домом в каком-то смысле. Очаровательна, не так ли? Она не ждет вашего ответа. Лично я выпила воспоминания о многих домах и не смогла бы выбрать какой-то конкретный из них. Забавно. Хотя так мне легче покупать подарки ему на день рождения. Я совсем вас заболтала. Я сказала, что устроила встречу с королем развед. Так вот, я все устроила. Принеси Леопольду подарок. Что-то с воспоминаниями с поверхностью. Вообще-то у него не день рождения, но вы же хотите произвести на него хорошее впечатление. Друг Заиры. Вы ищете подарок для пиратского корабля. Ваш покровитель прощается с вами и намекает, что Кумский канал самое вероятное место, чтобы найти такой подарок. Составить портовый отчет. Аббат Стукавендиш. Внимание пиратского короля. Предложение госпожи Садов. Партия красного меда. Солнечный свет. Возможно. Горный осколок. Понятно. Ну ладно, в целом, у нас же не будет бесконечное количество этих историй. Хотя их, по-моему, можно покупать. Только не помню за что. За другие истории точно да. А вот за что еще не знаю. Белые золотые наблюдают за вами. Ханство не доверяет всем изостранцам. А Лондону особенным. Ритуалы в пучинах. Вы не тот, что были раньше. Она ждет во тьме. Приближение ее светлости. Тобачник займется широким производством своей подводной сигары в Железной Республике. У каждого есть своя мечта. Полюс Ганта. Славный Лондон. Бог благословил ее незыблемое величество, императрицу. Купить можем что-то, а? Ничего. А что нам дали-то, а? Что нам подарили, скажите? А, припас нам дали. За моряка. Припас за моряка. Отлично. Все это должно было стать явным. Секрет. Грустный секрет им получился, конечно. Корвет классал Кей. Вот досадный бак, а? Получилось на самом деле. Ужасно. Личи найти на берег. Составляем портовый отчет. Отмечаемся на таможне. Попробуем взять маску лягушки. Или еще раз попробуем найти саранчи выход. Посетить двор потопа. Собрать монеты с двора потопа. Видимо, люди используют ее в качестве колодца желаний. Теперь у вас есть 10 фрагментов. Вы лезете в воду и начинаете собирать монеты. Люди смотрят на вас из-за масок, но никто не пытается остановить вас. Через какое-то время другие люди в масках саранчи толпятся вести с вами четверо, пятеро, шестеро с вами, собирая монеты на бассейн, пока все монеты не кончились. Вот так и должна вести себя саранча. Меняемся масками с лунной молью в сторону лица. Ритуала 9 и участник ритуала не больше, чем 12. У нас есть 11. Столкнуть посетителя в маске летучей мыши с каменного подбородка. Гость ответ вовсе черный почувствует царапин под маской летучей мыши. Скорее всего, нет. Вы подходите к летучей мыши, она делает шаг в сторону от края утесы и поворачивает к вам в голову. И вы, говорит он. Не вы, мой палач. Похоже, это не ваша роль. Дом главного геометра. Связку крыс. Лазурные бусины. Храм Аписа. Забыли тут. Оставить в пожертвовании жетон уважения. Даже раненые он остается богом. Безупречные. Жетоны маленькие и не очень ценные. В соответствии с вашим низким рангом в обществе. Священники раскладывают их на столе вместе с другими мелкими предметами. Когда вы идете к выходу, вы проходите мимо более внушительных подарков. Чертежные инструменты главного геометра. Весы от шакала. Куча иностранных монет, принесенные крокодилом. Закончили представление и все. Штиль. Так. Роузгейт. Розовый риф. А там тоже что-то можно было сделать. Корвет класс алкей. Процветающая с годами. Айгуль. Вайгуль зайти может. И Роузгейт. Крах. Сердце хана. Тающие острова. Ворчас. Ворчас зайти. А давайте сделаем нестандартную вещь. Отправимся в часовню огней. Ну, через крах и так далее. Да. Часовню огней. Тут нет ничего для нас. У нас нет этого. Ламп. Поэтому давайте ускоримся. Как тут ничего не заметно. А на самом деле под водой очень много что есть. А ведь кажется, что тут ничего. Вот так вот все не то, что кажется на первый взгляд. Часовня огней. Хорошо. Соленые степи. Это владение нового ханства. Фрагменты. Отлично. Сердце хана. Удовлетворить потребности шпионов в виде дипломата. Шепот в тенях белозолотые наблюдают за вами. Ни слова. Что нужно вашим шпионам? Дипломат еще один. Понятно. Благословение. Или мы уже имеем благословение соль. Я не понял. Но нет. Секрет отдавать целый. Это дорого. Арестантский мед. Кстати, да. Нет, не будем. Ладно. Злить. Ханство. Ханство не будем злить. А куда-то надо было отвезти людей из Полифема. Ладно. В Даут поплыли. Да что я так все плыву криво-то, а? Ладно. Вырываемся отсюда. А, кстати, помните арка цензора? Я раньше много плавал наверх. И прямо через эту арку цензора проплывал, да. И не знал, что это действительно арка. Но я думал декоративная арка. То есть она... Через ней нельзя проплыть. Она выглядит как арка, но прохода в ней нет. Тудаут. Субмарина. Великая субмарина. Хорошо. Даут. Даут. Город утопцев. Тут, видите, опасно проводить много времени. Но у нас ужаса нет. Эхолокатор работает. Даут. Это почти всегда даст вам портовый отчет, но содержимое этого отчета не всегда будет одинаковым. Попрогите, осмотритесь, но не берите на себя обязательств. Вы здесь лишь посетители. Вам не нужно место среди остальных. Нет, давайте-ка мы. С последними новостями это как раз... ...почти невыполнимая задача. Останемся ненадолго. Его зовут городом мира. Утопцы приветствуют вас. Здесь они не нападут на вас. Они даже не будут делать резких движений. Не плывут по течению, поют, а иногда танцуют. Увлечение. Теперь уже можем создать портовый отчет. Следить за костром. Принять место за ужином. Искать других посетителей. Это уменьшит и увлечение, и ясность. Глай за игула. Продолжительность пребывания не больше, чем четыре. У вас есть один. Даут просветает. Быть может, здесь найдутся и другие люди. Помимо вас и вашей команды. Ясность и увлечение. Теперь у вас четыре. Безошибочные следы. Иногда вы слышите человеческие голоса, даже если не видите говорящих людей. Вы видите следы ступней на земле и потревоженные водоросли на камнях. Должно быть разворочены еще не привыкшим пловцом. Утопцы здесь свои стихии. Они не оставляют подобных отметок. Поисчем тайные места в Дауке. Здесь есть и другие люди. Вы слышали глаза и видели в доке субмарины. Но где находятся остальные? Лестница под собором. Она ведет вниз, но куда именно, поднять сложно. Здесь есть памятные пластинки о прошлом утопцев. Но слова на них теряют свой смысл от одной к другой. Здесь также начинаются решетчатые ворота со слезами ржавчины. Следами. Вода за воротами мутанная и тусклая. Поищем тайные места. Портовый отчет. Теперь у вас есть ясность. Вы получили пять ясностей. Лестница под собором. Если вы встанете у подножия ступней и прислушаетесь к вратам склепа, то вы слышите звуки, коих не издает и мертвец. Вы слышите рыдания, слышите имена потерянных возлюбленных, слышите выражение гнева. Вы слышите сожаления из-за неверно принятых решений. Сегодня ваше очарование Даутом не повысилось. Прощание. Это окончит ваше пребывание здесь без честолюбия. Лишь малой наградой. Исследовать склеп Великого Собора. Принять место за ужин. Большинство из блюд утопцев можно есть в безопаске. Нужно лишь помнить какие. Исследовать склеп Великого Собора. Видите ли вы другого заключенного внутри, это мы уже пробовали. Давайте приним место за ужином. Увлечения теперь у вас 12, а продолжительность пребывания теперь у вас 5. Те потеряли ясность, удовлетворение. Есть рифма, отличающая безопасность от опасного. Но как же она звучала? Фрукты ешь, коренье режь. Жуй кусок. Бла-бла. Сок. Даже если вы помнили стишок идеально, еда не поддается классификации. Картофельное пюре заключено в лимонную кожуру. Пирожные кровоточат сиропом из корицы прямо в воздушной воде. Краб посыпанный крошкой какао. Уж точно не походит на кусок, описанный в стишке. Наверное. Впрочем, скоро вы уже так наели, что уже не можете думать о таких мелочах. Рассмотреть. Посещение в весенних обрядах с утопцами. Кожа цвета голубых топазов, кости будто каркас скрипки. У вас будет шанс всё отменить, если вам покажется, что это мероприятие не для вас. Давайте-ка рассмотрим посещение весенних обрядов. Никто не следует за вами, разве что их взгляды. Что может быть более ожидаемым, более неизбежным, чем две ваших прекрасных личности, ушедших, дабы насладиться друг другом? Прочь с утопцем. Вы находите тихое местечко. Тихое настолько, насколько это вообще возможно в Дауте. Кораллы защищают вас из чужих глаз. Смотрите яснее. Спойте песню о разбитых кораблях и узнайте Даут как следует. Узнайте вашего любовника в момент разоблачения. Задержаться. Зачем вам желать быть где-нибудь ещё, как не здесь? Это всегда предоставит вам какую-нибудь награду, а может быть дать и что-нибудь уникальное. Получили секрет. Потеряли ужас. Песня жемчужных сердец. Есть две стадии. Первая томная. В том не океана. Скрытая, пока вы лежите в постели из прозрачных одежд вашей любовницы. Затем будет вторая часть, начинающаяся с внезапности и паники. Ваше тело способно на такое? Ну да. Оно способно. Ему это даже необходимо. Затем вы разговариваете, и ваша любовница поёт в ответ, в котором очарование этого момента будет сохранено навсегда. Составить портовый отчёт. Даут ясность. Пособность видеть истинную сущность утопцев. Известные истины. Чем больше вы смотрите, тем больше видите то, что возможно хотели увидеть. Склеп собора, это тюрьма, кладбище больше чем выглядит. Не все гости на нём погреблены. Землю. Спросить доопца о последних новостях от Даута. Погода была унылая последнее время. Понятно, уже смотрели мы на это. Очаровательные сокровища за шкатулки сапфиров. Хорошо. Выгодно можно их покупать и продавать. Дорогой жемчуг у допца в обмен Даута. Закоулок. Закоулок, что ли, заплыть нам, а? Как вы думаете? Что это у нас тут? Такое торпеда, я так понимаю, да? Нашли торпеду, но нужны они нам, я не уверен. Что? Теперь в закоулок плывём. Песни утопцев. Хорошо быть вместе с утопцами. Да. Хоть и опасно. О, мы знаем это чудовище. Беловд. Закоулок. Мы что-то были вроде как теоретически. Сердце горы кочевник. Заплываем. Эх, всё время бьёмся. Возвращение в бухту. Да, не получится. Забыли купить. Рулон паучьего шёлка. Да. Зеркальная ловушка, полная солнечного света. Это очень опасно. Но кого это волнует, когда это так красиво? Можем очень выгодно их продавать. И зарабатывать деньги. Сверх выгодным путём. Но мы его уже нашли. Так, ладно, понеслись. Выплываем. В общем, бутыли вина, это надо побольше носить с собой. Но мы как-то не подумали. Судно. Мест не хватает, да. И надо бы сдать этих грабоколонистов. Но мы не подумали опять-таки этого сделать. Драная ворона. Ну, мимо драной вороны проплывём. Движемся с большой скоростью. Хорошо плыть быстро. Напрямик своей судьбе. Ну, тут мы можем парочку страничек получить. Но того стоит вообще. Ну, парочка страничек может и быть. А может на пляже надо покопаться. Я не знаю, это задание вечное или не вечное. Исследовать пляж. Состоять бортовый отчёт. Память о дальних берегах. Наверное, почтальонов. Так, разузнаем, что происходит в тайной комнате. Интригующий обрывок и всё. Тфу. Не надо было это делать. Хорошо. Исследуем пляж. Ничего нету тут. Уточнее, мы обменяли невыгодно. Всё очень. Крысиные баржи. Крысиная баржа. Движемся, движемся, движемся. С большой скоростью. Разрыв Питерсона. Зайдём сюда. Хуже не будет. Ну, разве что корпус слегка покорёжит. Разрывы, разрывы, разрывы. Кучина, погружаемся. Спустимся снизу. Ритуал встречи. Но мы не знаем порядка. Отбыть. Поднимаемся на поверхность. Я не знаю, где правильнее плавать. Под водой или над водой. Вернее, в воде. Так будет правильнее сказать. Ой. Мурена, альбинос. Кыши отсюда. Хорошо. Получили... ...ещё одну лампу. Ещё один новый день. А так мы уже практически 300... Да и не почти практически, а вот гора кочевник. Так мы её будем уничтожать очень трудно. И не будем уничтожать. Может, торпедами просто разломить правильнее. Ладно. Посетим церковную службу. Прежде сохранившись. Всякое может произойти. Отказываться, конечно же, не будем. А посещаем церковную службу. Вы получили ещё один секрет. Было три спуска, признаётся священник. До предательства. Первое падение произошло пообещанному. Утопший человек ничего не объясняет нам. Он преподает уроки. Обещает нам. Вторыми пали охотники за эхо, которые помнили пути солнечного света и выучили истории сердца. Разделав сердце утопшего человека, мы испробовали его. Третий. О, коварные ходоки речной тени. Они загнали в ловушку охотников за эхо, что породило цепь сказаний о первом пире утопшего человека. Да, восхвалим мы это коварство. Священник говорит о павших городах, о воскреснувших историях, о временах развернувшейся земли, после которых возросла его красная вера. Укрывшаяся в тенях фигура следит за происходящим из самого темного угла Аспида. Паства прилежно все игнорирует. Урок Святой Сирис. Хорошо, секрета получаем, это выгодно. Отказываться не будем. Еще посещаем церковную службу. Урок, который не священник улыбается. Он гасит полупрозрачную свечу колпачком, он наклоняет голову и оставляет вас с часовней наедине. Ложные звезды мерцают на полу из бледного стекла. Никто не приходит, никто не сидит на скамьях рядом с вами. Никто не стоит у алтаря и не говорит об открытии врата гнева ворячих ежей и холодных интриг белизны. Никто не коричневый, как кость, и безглазый, как пустыня. Никто не дарит вам секрет. Когда вы уходите, вы слышите, как никто не говорит. Еще ужас получили. Урок Святого Дестина. Еще одна церковная служба. Измученные верующие собираются ради Святой Эрзули. Щеки покрасневшие, глаза блестят. Принесите ваши пожертвования. Не принимайте участие, если вы не готовы к красным ритуалам тайного бога. Желание высоты, возвещает Священник, зеркально в глубине. Вы помните, как он пришел в это место, и как они выкрикивали свою ярость и позорную опалу. И он опрокинул наши треноги и возвысил его шпили. Они приветствовали его затем и соединили все голоса. Священник позволяет манте упасть в синтарный плоти его без блестящих плеч. Теперь, заявляет он, теперь, когда ты верен, мы соединим наши голоса. Затем будем пировать. Угрозы необъяснимо голодные у вас шесть. Жгучая загадка. Урок Святого Эрзули. Отказаться от того, что вам преподали. Горска верующих собирается на чествование Святого Фортигана. Не больше, чем шесть. Еще меньше шансы. Вдаль с волками протягивает Священник. Пока вы слушаете, ваши глаза затягивают тьмой. Ваши уши заполняют звуками песка. Ничего там больше неизвестно. О, нет. Ой. А вот это я не знаю уже. Оно теперь стоит того. Мы по пять лишаться. Это очень тяжко лишаться. Все, что мы получили, мы потеряли. Груз и так далее. Уроки Часовни. Ой. 80 урона. От горы Кочевник получили. Это очень плохо. Но мы, я уверен, сможем ее одолеть как-нибудь. Опять отражение потерять. Ну, отказываться не будем. Это же все-таки надо честно играть. Но будем знать, что лучше сюда не приплывать. Не так просто. Кстати, можно было поесть, но я как-то не поел. Ну ладно. Сейчас займемся доставкой для того человека. Как он и просил. Кстати, в драную ворону, помните, нас просили. Тут, по-моему, ничего. По-моему, тут ничего. Но я все-таки зайду, конечно. Но тут, по-моему, ничего. Ладно, вот. Ну, спустись ты же ты. Давайте сначала в разрыв, потом в грипп. Лучше письмо нам давали. Я же не ошибаюсь. Разрыв. Разрыв. Исследуем пучину. Спускаемся глубже. Ритуал очага. Поднимаемся. Отбываем. Подплываем сюда. В крипту под драной вороной. Бессмысленно отрицать свою судьбу. Мне стоит обзавестись напоминанием о собственной глупости. Поговорить. Предложить мементо море. Диковинный артефакт. Изящество смерти. Как почти мертвец встретит свой конец. Такая долгая судьба. Почти мертвец. С обидой заглядывает в пустые глазницы. Я последовал за бессмертием вниз в подземье. Затем на юг под ножью горы. И все же, черт бы его побрал. Вынужден умереть. А из его грудной кредки доносятся скребущиеся звуки. Он беспокойно ерзает. Гребанное расточительство. Поговорим. Заставляем портовый отчет. Прибежище. Ну вот прибежище мы и так и не нашли. Они зря все-таки зашли туда, куда хотели. Поднимаемся. И на гору был Мерсон. Можно, кстати, раскопками заняться там. Но стоит ли? Кстати, сторониться. Видите, полезный навык. Его же надо когда-то развивать. Потому что по пять лишаться, это вообще не дело. По пять лишаться. Это катастрофа. То есть фактически, ну я не знаю, надо бы вообще до бесконечности развиться. Так, давайте-ка в эту тропу Даггана заплывем. Упорная служака. Упорная служака. Артиллерист. Погружаемся, исследуем пучину. Опускаемся еще глубже. Ритуал встречи. Это мы тут начали. То есть нас ничего не должно интересовать. Вылезаем. И покупаем топливо, которое нам так необходимо. Понеслись. Анфа. А что такое анфа? Что надо это, а? Подняться к берегу. Независимая проверка. О независимой проверке предоставленных геволиций сведений. Может быть у вас появится возможность пожелать за конвенцией каким-нибудь способом отражения. Вот видите, эти нужны нам. А мы их лишились. Может тогда идти потом заниматься. Серная конвенция. Исследуем остров. Возвышенность. Море похоже на шероховатую плиту из камня Жидиэнта. Темного, зеленого, как ночь цвета. Выше взвод подземья, вспучившийся с талактитами и продырявленные отверстиями ложных звезд. Пройдитесь взглядом над ее водами. О чем вы думаете? Ваше будущее. Вообще похоже, что ваше будущее видится, если и не очень ярким, то славным наверняка. Молитва к божеству, что зовут Соль. Что зовут Камень. Давайте-ка Соли помолимся. До того, как вы отправились в мореплавание, вы бегали по крышам, тащили часики, дрались с другими шайками. То были тусклые дни, работающих в домах и страх констеблей. Соль. О как. Что-то вдалеке. Посмотреть на восток, где море и свод крыши сливаются воедино в тумане. Ваш взгляд раскрывает горизонт, как шкатулку с секретом. Подземье меняется и преобразовывается. Это длится все мгновение. Но тем не менее, этого мгновения нам хватит. Вот. Теперь хватит топлива в любом случае. Ладно, готово. Копать среди руин. Не надо. Мы уже тут все исследовали. Модистка. Птюки, параболы, льна. Но серия наша уже подошла к концу, поэтому спасибо зрителям большое за просмотр. Ставьте лайки этой серии, если хотите больше серий по игре с Сизу Маринер. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропускать уведомления о новых сериях. И все, вам самого лучшего. Не прощаюсь. ПОЁМ. ПОЁМ. Продолжение следует...